Привет всем! С вами снова Инна, это все так же изначально, и сегодня я еду в город Шанграо на поезде. Так что сегодня я расскажу, покажу, как действуют поезда, как покупать билеты, как их забирать, и вообще все, как устроено. В первую очередь открываем наш любимый браузер, Google Chrome в моем случае, и заходим на сайт железнодорог Китая 12306.cn. Мы уже зарегистрировались в сессии КАМ, поэтому заходим, просто нажимаем на второй ярлычок, компьютер с билетиком, и будем смотреть билеты. В первом поле мы вводим наш логин. В качестве логина вы можете использовать электронную почту, как я в данном случае. И следующий вариант у нас КАПЧА, нам нужно проверочный код пройти. Значит, я чуть приближу. Как обычно, здесь указано, что отметьте картинки все, которые содержат бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. К сожалению, это КАПЧА, ее перевести нельзя. Если нажмете на кнопку перевести, то переведется вся страница, кроме вот этой проверочной картинки, потому что это картинка. Что в этом случае делать? Нужно перерисовывать эти иероглифы, искать их в словаре, или самое оптимальное, это открыть ваш Плеко-словарик, которым я, кстати, пользуюсь, и перерисовать их, или сфотографировать и распознать эти иероглифы. Ну, я попробую их нарисовать вначале. Так, первый у меня уже получился, второй получился, и третий у меня уже тоже получился. Получается, это Чуанг Ти, Бэнд Эйд, получается Лейкопластырь, Лейкопластырь, да. И я так вижу, что тут только один Лейкопластырь. Нажимаю на картинку, появляется значок железных дорог, продолжить. Итак, мы уже зашли, и здесь нам предлагается обновить, короче, установить дополнительные меры предосторожности, присоединить свой телефон, чтобы получать дополнительные уведомления. Но мне это пока что не интересно. Нам нужно добавить пассажира, информацию о пассажира. Для этого мы заходим в Common Information Management и что-то тут непонятно с контактами. В общем, это получается у нас 1, 2, 3, 4, 5. Пятое по счету заголовок и первый пункт. Нажали, у меня уже здесь есть два пассажира, я и муж. И мы можем добавить еще одного. Значит, в первую очередь пишем абсолютно полное имя, настоящее. Допустим, вот такое. Выбираем пол, мужской, женский, страна, из какой он страны, пусть будет он из Поливии. И выбираем тип документа. Китайский ID, Гонконг или паспорт. Паспорт. Номер паспорта. И все, здесь дополнительно можно указать номер телефона, почту, электронная почта, адрес обычный и все. Выбираем также тип пассажира. Это обычный, ребенок, студент, человек с ограниченными возможностями. Оранжевая кнопка продолжит. Так, что-то они мне тут говорят, все, добавлен. Получается, у меня уже три человека есть. Ну, я его сейчас удалю, чтобы дальше не путаться. А вообще, все, на этом остановились. Что-то он у меня не удаляется. Вот, наконец-таки удалился. Теперь нам нужно купить билет. Заходим на вот эту вот кнопочку. Если мы ее переведем, будет написано Tickets или билеты. И вот так у нас выглядит уже само окно, страница с поиском билетов. В первую очередь, вам нужно оказать, где вы находитесь. Вы можете писать английская клавиатура. Вам не нужны дополнительные какие-то прибамбасы, приспособления. Написали по-английски. И слева у вас высветился иероглиф по-китайски. Нужно смотреть, потому что бывает, что несколько городов пишутся они одинаково, но произносятся по-разному. Могут быть разные иероглифы. И вместо назначения. Я поеду назад в Нанчан. Видно, что здесь есть две разные станции. Нанчан и Нанчан-Си. Нанчан западный. В какую выбрать, выбирайте любую. Потому что даже если не будет на эту станцию билетов или поездов, то они покажут на эту. Потому что город один и тот же. Дата. Мне как раз нужно на 25 августа 2017 года. Так что я оставляю. Опять же, если вам нужен другой месяц, то эти вот бегунки, они вам помогут перейти в другой месяц. Я все-таки вернусь к августу. Еще такой момент. Вы не можете купить билеты более ранее, чем за 60 дней. То есть 30-60 дней это лимит, потому что дальше вы уже не сможете заранее купить. В Китае очень много людей. И, видимо, они не хотят, чтобы билеты выкупались заранее. Так, если вы вдруг хотите резко изменить тату, то здесь вперед с легкостью можно это сделать. Так, у меня не 31-ая, нужна 25-ая. Здесь у нас указаны типы поездов. Если вы хотите какое-то специфическое время отправления тоже, если вам нужно подобрать какой-нибудь, ну, мне удобнее быть с 6 до 12. И, в принципе, все. Поиск. Значит, слева у нас оказывается в левой колоночке номер поезда. Как видно, у каждого номера есть буковка впереди. Буковки обозначают тип поезда. G означает, что это скоростной поезд. K означает, что это будет медленный поезд. В чем разница? В скоростных поездах только и сидячие места. В медленных поездах есть лежачие, как у нас плацкарт, купе и так далее. Следующая, это значит, колоночка показывает станции, с которой отправляются и куда приезжают. Допустим, здесь вот можно видеть, что я выбирала просто Нанчанг. А первый поезд по моему указанному времени Нанчанг западный. Второй Нанчанг. Потом Нанчанг запад, 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 запад. Следующая колонка. Время отправления, время прибытия. Следующая, это время в пути. Все остальные, вот здесь вот колоночки, они означают тип мест в поезде. Если это скоростной, то у него будет только сидячие места. Как у нас, типа, ласточка или сапсан. Значит, вот это две черточки означает, что это второй класс или эконом. Короче, самые дешевые, самые простые. С одной черточкой означает, что это улучшенные, более комфортные места. И первая колонка это бизнес-класс. В чем вообще разница? В эконом-классе у вас будет пять сидений в ряд. Три с одной стороны, два с другой. В первом классе будет четыре сидения в ряд. И в бизнес будет гораздо больше места. Сидения будут более комфортные. И все в таком духе. Значит, цифры обозначают, сколько осталось мест. Зеленый такой значочек, йоу, означает, что места есть, можно вообще не париться. В прочерке означает, что данных типов сидений или вообще мест не предусмотрено в этом поезде. Если вы заметите, вот G скоростной, у него есть только сидячие. Все остальные это лежачие, дополнительные и так далее. Или без билета, без сидения. Рассмотрим вариант медленного поезда, K, у которого есть плацкарты. Значит, он идет 3 часа 22 минуты в пути. И у него нет сидячих мест абсолютно. А есть вот различные другие. Значит, что тут такое вообще бывает? Есть, давайте лучше переведем. Я их уже все точно не помню. Значит, что-то там другого типа неизвестно. Бывает, покупаешь билет без сидения. Такие есть. Hard sleep это, в переводе это будет просто жесткая кровать. Но, на самом деле, она не жесткая. Она такая же, как у нас в обычных плацкартных поездах. То есть, самые обычные плацкарты вам также дадут и подушку, и одеяло, и простыни. Но, они не будут запакованы. И, скорее всего, скажем так, если вы путешествуете 3 часа или 4 часа всего лишь на поезде, то вряд ли они вам их будут менять. То есть, кто-то там поспал и, возможно, оно там останется. Но, в принципе, если вы иностранцы, вам дадут. Soft seat. Мягкое сидение. Это как у нас что-то типа купе. Короче, это то же самое. Плацкарт. Просто более удобное сидение. И, кстати, в китайском плацкарте 3 полки наверху, на которых можно лежать и спать. То есть, у нас в России всего лишь 2 полки, а в Китае 3 полки. Так что, вот с этим нужно смотреть, как бы высоко вас туда не закинуло. В мягком отделении там должно быть всего лишь 2 полки с каждой стороны. И дальше у нас что дадут еще? Непонятно. Показывают то же самое. Но, по сути, следующий вариант должен быть купе и улучшенное купе. Улучшенное купе есть не во всех поездах. И там есть обычный кондиционер. И всего лишь 2 кровати. То есть, 2 сидения идеально для путешествий с другом, подругой или парнем-девушкой. Так, переведем назад. Выбираем необходимое нам время. Значит, мне нужно быть в нанчане. Лучше пораньше. Наверное, вот в это время я хочу. Чтобы приехать в 1 час 7 минут. Значит, показывает, что в бизнес-классе есть 4 места. В 1 класс 1 место. Во 2 класс неограниченное количество. Еще много-много билетов. Как проверить цену? Нажимаем на зелененькую кнопочку. Оно показывает, что для 2 класса 110 юань. 1 класс 186. И бизнес 300. 350. В общем, для того, чтобы купить билет, нажимаем на голубую кнопочку справа. Что-то они мне тут вещают. Скопируем. И зайдем в переводчик. В общем. Скопируем. Вот. И не слегка. Если нас умеется, значит, он будет въеден. Итак, мы зашли на страницу. Так выглядит страница поиска билетов. Значит, первое в один конец и билет туда-обратно. Я хочу в один конец. Значит, первое выбираем город. Пишем английскими буквами, как оно должно звучать по оппинину. Слева показывается значок города, который нам нужен. Иногда бывает, что вы выбираете, пишите город, и вам предлагают несколько станций Нанчанг и Нанчанг западный, Нанчанг-Си. Какое выбрать? Значение не имеет, потому что если нет поезда на одну станцию, они все равно покажут, скорее всего, на другую тоже, если это один и тот же город. Выбираем дату. Значит, как обычно, дата, год, месяц. Если вы забыли, какой месяц и что, возвращаетесь. Запоминайте, единичка это один, один, два, три, четыре, пять, шесть. А дальше уже надо смотреть после шестого. Этот значок не означает семь, он означает просто последний день недели. Так что на него вообще даже не смотрите. Считаем просто раз, два, три, четыре, пять, шесть. А потом, если что, отмотаете куда-нибудь вперед, назад и все. И в любом случае не показывает, что вот это день день, значит, что сегодня, сегодняшний день. Я беру билет на завтра, так что все. Значит, можно выбрать другую дату, в очень быстром варианте, если вам надо. Можно выбрать билет, чтобы он отправление было в определенное время. Ну, мне, честно сказать, пока что не принципиально. И вперед, поиск. Значит, видим, что у нас тут таблица непонятная какая-то. Начнем с ней разбираться. Значит, здесь вы можете выбрать тип поезда, который вы предпочитаете. Значит, первая колонка, поезд. Номер поезда и у каждого поезда есть буковка. Буковка обозначает тип. Кей означает медленный поезд. Джи означает суперскоростной, типа наши ласточки или сапсаны. Вторая колонка. Город отправления и станция отправления, станция прибытия. Как видно, что я выбирала Нанчан. Вот у меня два Нанчан и одна Нанчан западный. И опять Нанчан, Нанчан западный. Показывает все поезда, которые идут в этом направлении. Третья колонка. Время отправления, время прибытия. Четвертая колонка. Сколько времени в пути занимает дорога. Дальше идет у нас тип сидений в зависимости от поезда. Если это будет медленный поезд, то там будут только лежачие места. Типа наши плацкарт, купе. Если это скоростные поезда, то там будут только сидячие места. То есть первые три колонки, они обозначают сидячие места. Как вы видим, К, медленный поезд, прочерк, прочерк, прочерк. У них такое не предусмотрено. В G есть, есть, есть. 10 значит количество мест в данном классе. А зелененький значок EO означает, что просто очень много мест, можно даже не париться. Значит, если вы ходите все-таки на более дальние расстояния, поехать, и хотите именно в плацкарт, чтобы там полежать можно было, или купе, то смотрите на медленные поезда. И вам нужно смотреть на вот эти вот значочки. Значит, вот этот означает, что какие-то особые или специальные места, они бывают не во всех поездах, и вообще, может быть, это так. Для системы лишь бы было. Следующий, значит, билет без места. Такое бывает, что вы просто покупаете билет и стоите в тамбуре, но с билетом. Следующее, это жесткое сидение. По сути, это наш обыкновенный плацкарт. Но в наших плацкартах у нас, получается, по две кровати, да, по две полки. А в китайском плацкарте по три полки с каждой стороны. То есть, получается, больше людей, и вас может закинуть аж очень-очень высоко. Дальше у нас идет здесь бизнес-класс и, короче, улучшенный плацкарт и бизнес-класс. Чем они отличаются? Если это улучшенный плацкарт, то там будет просто по две полки, а не по три. И есть купе. Купе там будут, естественно, закрываться дверки. И есть улучшенное купе. Купе делюкс, в котором будет только две кровати. И также там будут кондиционеры. Значит, меня интересует скоростной поезд, потому что дорога очень короткая, всего лишь один час. Мне нужно быть примерно где-то в час дня в начале. Значит, вот эти два поезда, они мне довольно-таки интересны. И я думаю, что, наверное, я все-таки выберу вот этот поезд. Значит, бизнес-класс 4 места, первый класс 1 место, второй класс неограниченное количество. Если мы нажмем на любой значочек этот, то нам высветятся цены. Получается, что мой желаемый билет 110 юань, первый класс 186 и бизнес 350. Опять же, я говорю, разницы никакой нету. Потому что даже во втором классе у вас будут и розетки, и вообще кондиционер. Все будет красиво и чисто. Когда мы уже хотим купить билет, выбрали поезд. И нажимаем справа на кнопочку голубенькую. Купить. Сразу скажу, что если вы хотите покупать билет после 11 вечера, то у вас ничего не получится. Потому что система просто закроется. Значит, выбираем пассажира, которого мы создали раньше. Выбираем себя. Значит, тип мест можно изменить. Они опять же прописывают и цену, и название. У меня второй класс, собственно, устраивает. Это пассажир, номер паспорта, номер телефона. Продолжить. Они опять все указывают, показывают. И здесь также указано, сколько мест осталось в поезде на данный класс сидений. Продолжить. И так, опять у нас тут небольшое уведомление о том, что проверьте все правильно ли. Что вы отправляетесь в 11.56, приезжаете в 13.07. Это номер поезда, пассажир, паспорт, класс. И вот здесь наконец-таки указывается, что второй класс сидений. Здесь указан номер вагона, восьмой. И здесь указано место. А, как всегда, у окна. В китайских поездах есть ABC или ABV. So, A это у окна, B в серединке, C это у прохода. И это с одной стороны три места. А с другой стороны будет два места, и там будет D и F. Получается, A и F, они будут у окна. Остальные будут где-то там в промежутке или с краем. Следующий пункт – страховка. Если хотите, покупайте. Не хотите, не покупайте. Для взрослого человека, совершеннолетнего 18, 3 юаня. Если это несовершеннолетний человек, то 1 юаня. Я хочу покупать страховку, так что я ее беру. Оказывается, полная стоимость – 113,5 юаня. Продолжить. Что-то он нам тут куда-то выкидывает непонятно. Опять продолжить. Так, страница оплаты. Можно выбрать любую, в принципе, карту этих банков китайских. Или вы можете использовать Alipay. Что я, впрочем, собираюсь сделать. Мне кажется, это наиболее удобный способ. Значит, как оплатить Alipay? Полная стоимость – 13,5 юаня. Вы можете ввести свой логин, пароль, зайти в систему и там уже оплатить. Или вы можете отсканировать в приложении ваш QR-код. Заходим в телефоне в приложении Alipay и нажимаем на кнопочку «Сканировать» – «Скан». Подносим телефон к монитору и нам предлагают ввести пароль для оплаты. Вводим пароль и все. Оплачено, билет куплен. Замечательно. Также я вводила адрес электронной почты, поэтому у меня уведомление придет на почтовый ящик. Здесь нам указано, что пока вы не оплатите, не получите подтверждение об оплате, не закрывайте данное окошко. Значит, я уже все оплатила и, как вы слышите, мне пришли несколько сообщений. Это сообщения, в которых указано подтверждение моей платы. Здесь указаны номер билета, мое имя и дата, время отправления. Так вы можете посмотреть свои билеты, мои билеты и законченные оплаты. В общем, когда вы выбираете мои билеты, вы видите, что здесь ничего нет. Вы можете впасть в панику, почему так, я заплатил деньги, куда они списали. Вам просто нужно выбрать дату, с какого времени вы хотите просмотреть все билеты. Сегодня 24 августа, я покупала на 25 августа, поэтому мне нужно изменить дату. Продолжить. И вот он мой билет. Здесь указан номер билета, номер поезда, время отправления, вагон, место, класс, пассажир, деньги и способ оплаты Jifubao Alibay. Если я не хочу билет этот брать или изменила планы, передумала, то я могу с легкостью от него отказаться, вернуть его. Просто нажимаете на кнопочку refunds. И здесь вам предлагают, спрашивают, вы уверены, что вы хотите сделать возврат. Мы вам вернем только 102 юаня, а билет стоил 110,5 юань. И также билет стоил 99,5 и 3 за страховку. То есть мы вам вернем только 102,5, а ты всего заплатил 110,5. Если ты согласен, нажимаешь подтвердить. Не согласен, обмена. Все. Билет готов. Приятного путешествия. Большое спасибо за просмотр данного видео. Я надеюсь, что оно вам было интересно, полезно. Оставайтесь на связи. Пока-пока.